Каждый ребёнок заслуживает лайк. Именно так подумал блогер под ником Коровина и устроил флешмоб. Он призвал поддержать девочку Лену Смирнову в Инстаграме. Он увидел, что та выкладывает фотографии, но никто из пользователей Инстаграма не ставит ей отметки «нравится». И тут, как по мгновению волшебной палочки, всё изменилось и понеслось. Нашёл аккаунт девочки, которой никто не лайкает фото, кроме неё самой. Милейший ребёнок. Проснётся, обалдеет. Пользователь, который решил таким образом поддержать Лену, увидел её профиль после того, как она ставила комментарий под одним из постов мэра Москвы Сергея Собянина. Девочка пожелала градоначальнику спокойной ночи. В профиле девочки в основном селфи, а также фотографии растений на даче. Правда, большую часть из них Лена уже почему-то удалила. Но, видимо, слава ей пришлась не по вкусу, а может быть, просто испугалась резкого наплыва пользователей. Хотя под каждым снимком уже было примерно по 300 лайков. Напомню, что весной произошёл похожий случай. Мы о нём рассказывали. Героем из сети тогда стал 11-летний Степан, который увлекается динозаврами. Мама Стёпы в Фейсбуке попросила поддержать сына, над которым смеялись верстники за его хобби. Он очень любил динозавров. Теперь, в итоге, страницу мальчика оценили тысячи пользователей. Стёпа мгновенно стал звездой интернета. Сейчас он введёт свой видеоблог про динозавров, который весьма и весьма популярен в сети. Клей. Вот такой вот бюллица. И карпунка. Вечно я взяла с почты России. Сегодня мы будем делать стегозавры. Этот динозавр жил в юзском периоде. У него был самый маленький мозг из всех зверей, живших на Земле на данный момент. А также у него были красивые пластины, с помощью которых он обогревал тело. Вначале мы должны нарисовать стегозавры на карпунке. Всем привет! С вами я, Степан Сейлев. И сегодня я буду показывать, как сделать своего картонного динозавра. Ну вот видите, он настоящий. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, заходите на страницу ВКонтакте. Всем пока! С вами был Степан, человек-динозавр.